профессору Волкову Анну Ральфовну, которая представляет кафедру факультетской терапии 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского университета с темой доклада «Дисфункция щитовидной железы и сосудистый риск». Пожалуйста, Анна Ральфовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я ужасно извиняюсь, должна была выступать днём, но я перепутала всё. У меня какой-то, да, сложился такой в голове, видимо, не та траектория, у меня вообще траектория сложная, да. Поэтому, ну, наконец-то, наконец-то мы пришли со щитовидной железой, поговорим сегодня о первичном гипотиреозе, потому что именно эта патология в последнее время вот наиболее актуальна. Тиреотоксикоз, болезнь Грейпса более-менее все узнают. Мерзебургская триада, экзофтальм, зоб, тиреотоксикоз – это более-менее все узнают, знают, как лечить. Хирурги тут активно с нами участвуют. А вот первичный гипотиреоз, он как-то так вот тихий такой, немножко за кадром, не видно, не слышно. Поэтому сегодня несколько слов об этом. Ну, вот щитовидная железа, типично расположенная на передней поверхности шеи. Уважаемые доктора, когда вы смотрите шею и щитовидную железу, не надо ничего фантазировать, потому что человек пожилой, скажем, полная короткая шея, железа может быть расположена низко, частично уходит за грудину или полностью за грудину. Здесь пишем то, что видим. Если не пальпируется, так и пишем. Низко расположено уходит за грудину, отчетливо не пальпируется. Функции тиреоидных гормонов сегодня подробно разбирать не будем, но заявлена тема кардиология – сосудистый риск, поэтому немножко больший упор будет на сердечно-сосудистую систему. Вы видите, такое сердечко нарисовано, и мы сразу к делу. Тиреоидные гормоны опосредуют все проценты систолического сокращения и диастолического расслабления миокарда. Это такие очень известные вещи, и мы знаем, что у пациента с тиреотоксикозом увеличивается работа сердца, увеличивается сердечный выброс, поэтому у таких пациентов может быть повышение систолического артериального давления и периферическая вазодилатация. В периферических сосудах работают диоденазы, специальные ферменты, которые переводят прогормон Т4 в активный гормон Т3, и Т3 расслабляет мышечную стеночку сосуда. Каким образом Т3 регулирует выработку оксида азота? Основной расслабляющий элемент для сосудистой стенки – это оксид азота. НО-синтаза регулируется с помощью Т3 геномным и негеномным путем. Эффекты есть геномные и негеномные, геномные эффекты более длительные, осуществляются в течение недель, месяцев, а негеномные эффекты – это доля секунды. Поэтому, как правило, основные функции в организме регулируются с помощью тиреоидных гормонов и так, и так. Итак, повышение сердечного выброса в условиях тиреотоксикоза и периферическая вазодилатация. В этих условиях, естественно, увеличивается венозный возврат к сердцу. И, уважаемые доктора, может быть повышение давления в легочной артерии в рамках тиреотоксического синдрома. Это нужно просто знать. Поэтому это может быть. В условии гипотиреоза, наоборот, брадикардия, диастолическая дисфункция, сердце не успевает полноценно расслабиться в диастолу. По эхокардиографии мы можем увидеть увеличение соотношения пика Е к пику А и увеличение времени АВРТ. Это изометрическое расслабление левого желудочка АВРТ-тайм. Как правило, до 100 миллисекунд здесь будет больше. Поэтому вот такие вот особенности мы можем увидеть при тиреотоксикозе, при гипотиреозе. Что еще мы скажем про сердечно-сосудистую систему? Конечно же, это процессы атерогенеза. На самом деле тиреоидные гормоны не увеличивают синтез холестерина. Тиреоидные гормоны опосредуют выведение катаболизм атерогенных фракций липидов низкой плотности. Мы знаем, что естественный катаболизм атерогенных фракций липидов осуществляется с помощью АПВ-рецептора в печени. Происходит элиминация атерогенных липопротеинов низкой плотности. Это регулируется тиреоидными гормонами. Поэтому в условиях гипотиреоза мы видим повышение общего холестерина и липопротеинов низкой плотности. Именно за счет того, что нарушен катаболизм выведения этих липидных частиц. Поэтому здесь вот такие процессы атерогенеза. На что нужно обратить внимание в плане гипотиреоза? Ведь его не видно, он ведь не болит. Мы же не видим, какой ТТГ на лбу не написано. Допустим, неэффективность статиновой терапии. Вы лечите статинами, даете дозы и больше, и больше. А эффект недостаточный. Целевые значения липидов низкой плотности не достигнуты. Так у него гипотиреоз, у него нарушены такие механизмы. Более того, плохая переносимость статинов. Как вы думаете, повышение КФК – это что? Это повреждение мышечной ткани. Чаще всего статины. Или рабдомиолиз в следствии статинов. И, конечно же, гипотиреоз. Вот на втором месте стоит гипотиреоз. Поэтому ваш пациент, во-первых, плохо переносит статин. Болят мышцы. Это может быть симптомом гипотиреоза. Во-вторых, цель не достигнута. Поэтому, возможно, здесь нужно добавить тироксин, и дело пойдет. И с липидами, и со статинами, и дело пойдет. Поэтому сегодня вот только таких моментов мы касаемся. Ну, все знают, что между щитовидной железой и гипофизом, тиреотропным гормоном гипофиза, существует отрицательная обратная связь. Это ни в коем случае не тастология. Обратная связь может быть положительная. Что означает отрицательная обратная связь? Когда у человека много Т3-Т4 вырабатывает щитовидная железа, ну, например, токсический зуб, подавляется уровень ТТГ, и критерием тиреотоксикоза является ТТГ меньше, чем 0,1. 0,1 и менее. Нормочка ТТГ на сегодняшний день 0,4-4,0. На сегодняшний день все время дебатируется, ездит туда-сюда верхняя граница нормы ТТГ. Ну, вот для беременных норма ТТГ до 2,5. Там очень жесткий такой контроль тиреоидной функции должен быть. 0,4, нижняя граница нормы меньше, чем 0,1, тиреотоксикоз. Серая зона 0,2-0,3. Вот здесь, если какие-то симптомы потенциально могут быть связаны с тиреотоксикозом, назначается тиреостатическая терапия. Ну, например, фибрилляция предсердия, ТТГ-0,2. Мы решаем вопрос в пользу тиреостатической терапии. От 4 до 10, как правило, такое понятие есть, субклинический гипотиреоз выше 10 ТТГ. Ну, как правило, манифестный или клинически значимый, или манифестный гипотиреоз. Осматриваем пациента. А нам нас изучаем пальпацию щитовидной железы, УЗИ. Ну, что здесь по пальпации? Так смотрят хирурги, я тоже так смотрю щитовидную железу. Можно смотреть железу спереди. Мы фиксируем стерноклеидом астоиду, складём пальчики на шею и просим проглотить. Можно так, так, немножечко больше тактильное ощущение, поскольку второй, третий, четвёртый пальчик у вас чувствует вот эту железистую ткань, просите проглотить, и вы чувствуете вот эту вот железистую, такую эластичную штучку, которая проскальзывает. Возможно, есть какие-то уплотнения, подозрения на узлы. Ну, вот последняя классификация ЗОБА. Она отличается. До этого была классификация ЗОБА 5 степеней по Николаеву. Теперь она отличается. По УЗИ мы можем посмотреть объём щитовидной железы и есть или нет узловые образования, кистозные образования. По узлам на сегодняшний день существует правило, пунктируем все узлы больше 10 миллиметров. Не должно проводиться с целью скрининга. В следующий раз этим займёмся. В прошлом году мы проводили такую прекрасную конференцию в городе, которая называлась «Онкотероидология». Там кое-какие сдвиги есть. Поэтому это мы обсудим как-нибудь, да, Владимир Владимирович? Как-нибудь на какой-нибудь конференции, может быть, молчановские чтения у нас впереди. Конечно, там много чего сдвинулось в этой позиции. Захват йода. Ну, вот сейчас меньше уже используется. Вот вы видите, токсический зоб, захват йода высокий, какой-нибудь тироидит деструктивный, захват йода низкий. Сцентографическая картина. Вы видите на сцентиграфе токсический зоб, увеличенную щитовидную железу, которая активно захватывает фармпрепарат. А здесь нету, скорее всего, блокады железы. Посмотрите, зреет токсическая аденома правой доли щитовидной железы. Автономный узел. Постепенно подавляется окружающая ткань щитовидной железы. А здесь горячий или автономный узел. Что мы скажем об особенностях заболеваний щитовидной железы? Высокая распространенность в популяции. Редко у детей. Чаще у женщин. И посмотрите, распространенность и нозологическая структура патологии щитовидной железы зависит от того, какое потребление йода в регионе. Мало йода плохо, много йода еще хуже. Манифестирует. Иммунная патология, нет ремиссий токсического зоба. Здесь, как правило, радикальные способы лечения. И высокая частота обсуждаемого ныне гипотиреоза. Итак, первичный гипотиреоз. Первичный, вторичный. Посмотрите, 99% – это первичный гипотиреоз. Это повреждение самой ткани щитовидной железы. Вторичный гипотиреоз – это патология капиталям гипофизарной системы, облучение, операции. Но это сравнительно редко. Доктора, конечно же, основная причина гипотиреоза – это исход аутоиммунного тироэдита. У нас не тот йодный дефицит, чтобы был гипотиреоз. Если мы видим повышение ТТГ, да еще сопряженное с антителами циталитическими, антитела к ТПУ обладают циталитическими свойствами, конечно же, это исход аутоиммунного тироэдита, тироэдит Хошимота. Или гетерогенный гипотиреоз – удалена щитовидной железа, либо терапия радиоактивным йодом. Вот, собственно говоря, Хакару Хошимота, который описал несколько случаев лимфодематозной струмы у пациенток с миксидемой. И морфологически аутоиммунный тироэдит выглядит как обильная лимфоидная инфильтрация ткани щитовидной железы. Будьте осторожны, здесь могут прятаться лимфопролиферативные заболевания. У меня была дедочка такая с ошибочным диагнозом тироэдит Хошимота. Вообще у нас был лимфогранулематоз. Ну, всё успешно обошлось. Вот, посмотрите, вот он йодный дефицит, чёрный континент. Вы посмотрите мальчику лет 10, какой у него зуб. Конечно, здесь, скорее всего, придётся прооперировать и дать таблетки с йодом. Ну, мы сказали субклинические манифестные, клинические проявления гипотиреоза. Вот в чём, собственно говоря, вся соль, они не специфические. Гайдлайн по гипотиреозу начинается со слов. Клинические проявления гипотиреоза не специфичны. Мы всё это найдём у себя. Усталость, забывчивость, депрессия, невозможность сконцентрироваться, выпадение волос, сухая кожа, повышение веса, зябкость, повышение холестерина, отёчность и так далее. Все симптомы со знаком минус. Посмотрите, склонность к прибавке веса, но ожирение никогда. Никакого нет там вторичного ожирения при гипотиреозе, это полные глупости. Здесь возникает слизистый отёк, это миксидема, поэтому за счёт задержки жидкости, там 3-4-5 килограмм, это никакое там не морбидное ожирение. Понятно, да? Это глупости. Внешний вид, очень специфически сухая кожа, адутловатый вид, маскообразное лицо. Вот такие внешние проявления. Собственно, вот дама с гипотиреозом у нас находилась на лечении, диагноз, собственно говоря, на лице. Вот девочка до лечения тироксином и после лечения тироксином, ну совсем другое дело, безусловно. Нервная система, снижение памяти, замедленность речи, сонливость, это очень типично. Атерогенная дислепидемия, мы уже сказали, какие здесь причины, действительно, атерогенная дислепидемия, выпад в перикард. Я в конце приведу, позволю себе привести пример с выпадом в перикард. У нас была пациентка с большим очень выпадом в перикард, полтора литра. Как она вот так вот ходила, ну вот как-то ходила. Пищеварительной системой сегодня очень много прозвучало всего. И посмотрите, КФК, ЛДГ, АСТ, это всё типично для гипотириоза. У меня был чудесный пациент, у него были пальцы как сардельки, и он пять раз ходил в поликлинику. Вот с жалобами на то, что он не может попить кофе, взять ложечку, он не может почистить зубы, туннельный синдром. Его перевернули всего, ему делали ФГДС, взяли биохимию, КФК, ЛДГ, трансаминазы, искали гепатит. Что только с ним не делали, у него тётушка была ночмед в детской больнице, вот они заточены на гипотириоз. Там же неонатальный скрининг на ТТГ, они знают. Они знают, как с этим работать, она ему взяла ТТГ, ТТГ-54. И все эти изменения абсолютно в рамках гипотириоза, вот тебе и всё. А внешне абсолютно, вот миксидема. Ну вот так вот. Конечно же, половая система – это нарушение овуляции. Высокий ТТГ подавляет овуляторный пик лютропина, поэтому девочка месячная носит овуляции. Нет овуляции, нет беременности. Поэтому известные такие нарушения. Проблемы диагностики – это отсутствие специфических симптомов. Поэтому мы с вами вот уже об этом сказали. По диагностике сказали, ТТГ повышен Т4 в норме – это субклинический гипотириоз, ТТГ повышен Т4, снижен – это манифестный гипотириоз. Лечим таблеткой левотироксина. Средняя доза – 1,6 мкг на килограмм массы тела. Есть некоторые особенности. У пожилых обычно 1 мг на килограмм массы тела. Начинаем с маленькой дозочки. Дети – там очень высокая скорость обмена веществ. Там 4 мкг на килограмм массы тела. Так что вот так вот. Но если мы, допустим, полностью удалили щитовидную железу, заместительная доза тироксина будет от 100 до 150 мкг в зависимости от скорости обмена, от возраста. Вот это понятно. Обратите внимание, контроль ТТГ через 3 месяца после начала терапии. Не надо смотреть ТТГ через неделю. ТТГ очень медленно супрессируется и очень медленно восстанавливается. У меня была такая вот ситуация. Кардиологи прекрасно владеют вопросом. У нас кафедра кардиологии и эндокринологии – две такие основные. Школы – основные направления. Вот ТТГ-44. Да, кардиологический пациент, он наблюдается у нее, значит, кардиолога. Она дает вам тироксин 50. Говорит, приходи через неделю с анализом. Он приходит через неделю, ТТГ не с места. Она делает тироксин 100. Уже как-то да, так это. Ну, он принимает тироксин 100, приходит через неделю, ТТГ не с места. Она делает тироксин 150. Тут ему становится просто плохо. На этом этапе его заводят, да, ко мне в кабинет. Я говорю, ну, Семенович, давайте мы сейчас… А он же медленно выводится. Давайте мы сейчас приостановим недели на две прием препарата. У него период полувыведения – 10 дней. Да, а потом мы потихонечку начнем, там 25, потом потихонечку будем прибавлять. Поэтому вот это нужно иметь в виду. Да, и я хотела рассказать вот этот случай с гидроперикардом. Пациентка поступает в СОЭС-МП. Это у нас новый такой корпус скорой медицинской помощи. Это Сергей Федорович Багненко, он главный скорый врач России. Сделал прекрасный комплекс, там оценивается, ну, любая помощь. Она поступает с болями в прикардиальной области. Низкий вольтаж на ЭКГ. Значит, делает эхокардиографию. 1680 мл в перикарде. ТТГ в разведении 148, два раза смотрели. Ну, вот как? Вот где она была раньше? Значит, самое удивительное, что от пункции перикарды она отказывается. Говорит, боюсь. Начинаем заместительную терапию тероксином. Через пару месяцев она поступает, уже ТТГ-12, уже более-менее. Но сделали эхо, там никак, там вот нет улучшения. И пунктирует, дважды пунктирует перикард, там в один присест не эвакуировать столько жидкости. Ну, и в дальнейшем все ничего, все благополучно, все обошлось. ТТГ нормальные, доза тероксина 75 мкг, с перикардом тоже все благополучно. Поэтому вот это все нужно взять на заметку и не забывать смотреть ТТГ. Смотреть ТТГ клиникой не специально.